Когда Саша проповедовал, я пару раз думал начать молиться, чтобы он остановился, потому что начал говорить то, что я готовил. Но Господь помиловал, поэтому мне есть тоже чем поделиться. Я думаю, что после сегодняшнего собрания вы точно сможете, когда вас спросят, что было на вечернем собрании, но если постараться, то вы сможете сказать, что сегодня был Эпикалисоминос, еще два раза из себя конфета. Группа прославления, спасибо вам за эту песню. Очень здорово знать, что Господь есть твой пастырь, который всегда с тобой, и ты можешь на него положиться. Это благодать, когда мы знаем Господа. Тема моей проповеди сегодня – «Овцы, знающие своего пастыря». Братья, кто операторы, пожалуйста, выведите презентацию, что была. «Овцы, знающие своего пастыря». История показывает, что огромное количество молодых людей студенческого возраста, которые были в церкви или выросли в христианской среде, начинают отдаляться от церкви во время обучения в колледже и полностью оставляют христианскую веру после окончания колледжа. Сегодня мы видим тотальную потерю серьезного отношения людей в церкви к Богу и Его церкви. Верующие заявляют одно, а делают совершенно другое. Еще в 2003 году исследования Джорджа Берна, он занимается исследованиями различных тенденций в христианском мире, показывали, что образ жизни 98% молодых людей, которые заявляли о своем рождении свыше, о том, что они покалились, что они спасенные, то их образ жизни не показывал ни христианского поведения, ни христианских взглядов. В христианском мире сейчас происходит масса различной движухи, так сказать, которая должна бы способствовать улучшению духовной жизни. Но, тем не менее, конференции, семинары, лагеря, ретриты, миссионерские поездки, музыкальные концерты, книги и проповеди в большинстве своем не дают того длительного, качественного, глубокого, изменяющего жизнь результата. Почему так происходит? Почему же наше учение о христианстве почти никак не изменяет жизнь сегодняшней молодежи? Или вообще людей вокруг нас? Почему поведение молодых христиан, по сути, ничем не отличается от неверующих молодых людей? Ответ в том, что в большинстве случаев даже те, кого мы считаем активными христианами, обладают неправильным представлением о Боге, о христианстве и о Библии. И эти представления, они определяют их отношения и их поведение. Религиозные взгляды таких людей основаны на огромном заблуждении, что такое христианство. И как результат, они не переживают того преображающего общения со Христом, о котором говорит Библия. Много молодых людей и много взрослых в церкви верят в то, что Библия представляет собой отличные руководства, сборник инструкций, хорошие принципы, но они не понимают, что главное предназначение Библии состоит в том, чтобы помочь им познать Личность Иисуса Христа, в результате чего они бы вступили в общение с Ним. Когда они читают Библию, и они используют ее как инструкцию, просто как свод правил, но как только речь заходит о чем-то более глубоком, то они на тебя смотрят так, как будто ты им рассказываешь о том, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, где-то далеко и что-то непонятное. Они не понимают, что общение с Христом – это реальность, а не какая-то религиозная фраза. Число современных ребят, которые, возрастая и вырастая в церквях и христианских семьях, не тронуты Евангелием, не пленены, не поглощены им, оно просто пугает. В детском и подростковом возрасте ребята могут казаться верующими, проявлять активность, но они вырастают, поступают в колледжи, взрослеют и уходят. Уходят из церкви и отходят от какой бы то ни было приверженности Иисусу. И знаете, на самом деле у этих людей есть все основания уйти. Они оглядываются назад, на прошлую жизнь, на прошлые годы, и осознают, что они очень много узнали о христианском поведении и о порядках, которые есть в церкви. Но все услышанное об Иисусе в действительности не произвело на них, никакого впечатления не произвело в них перемен. Эти люди так и не увидели Иисуса настолько ярко, чтобы Он стал их единственной, наибольшей надеждой и их величайшей любовью. Этих людей так и не убедили, что Иисус лучше, абсолютно лучше, чего или кого бы то ни было. К сожалению, церкви сегодня наполнены людьми, которые знают, так много знают об Иисусе, но практически не знают Иисуса лично. Наш текст сегодня, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 14 стих. Иисус говорит, «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают Меня». И мы будем говорить вот об этой части, «И мои знают Меня». И Иисус говорит, что отличительная черта Его овец, тех, которые следуют за Ним, в том, что они знают Его. Но широта наших знаний о Христе еще не означает глубины нашего познания Христа. Можно знать очень много о Христе, быть вот такой головой, а толку ноль. И нет никакого эффекта. Глубины познания нет. Информационное знание Христа у многих людей дома огромные библиотеки, книги, слушают много. Так вот, информационное знание Христа не означает духовную принадлежность к Божьему стаду. Один из самых, мне кажется, драматических текстов в Новом Завете записан в Матфея, 7 глава, 22-23. Иисус говорит, «Многие скажут Мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Это трагедия. Это трагедия, когда всю жизнь думаешь, что знаешь Христа. Мы видим, эти люди, они были активными. Это не пассивные члены церкви, не пассивные верующие, это активные. Они пророчествовали, бесов изгоняли, чудеса творили, а Иисус говорит, «Я не знаю вас». История знает много случаев, когда те, кто говорили о том, что знают Иисуса, совершали поступки, полностью противоречащие характеру и личности Христа. Начиная с времен Первой Церкви и заканчивая современным безумием в христианских церквях, когда за фразой «Мы знаем Иисуса, мы любим Иисуса», прячутся, одобряются и продвигаются такие вещи и идеи, за которые люди всю вечность будут наказаны в озере Огненном. Самый элементарный пример, даже в нашем городе, вы идете в Даунтауне, и вы видите на одной из церквей есть сверху крест и внизу другое изображение. Похоже на радугу, но не радуга. Это церковь, это продвигающая идея церкви. Они говорят, что они знают Христа. Но знать об Иисусе, знать об Иисусе не означает любить Его. Сатана очень хорошо знает Иисуса, но он Его ненавидит. Так о каком же знании говорит Иисус? Если здесь, мы читали в Матвей 7 глава, люди, которые были в церкви, которые верующие, как они считали, Иисус говорит, «Я не знаю вас», а Иисус говорит, что «Я знаю моих, и мои знают Меня». О каком же знании говорит Иисус? Это знание совершенно другого характера и качества. И для нас очень важно понимать значение этого слова «знать» здесь. Это удивительное, это прекрасное, и это временами трудно представляющее для нашего понимания осознавать глубину этого слова, что значит «знать» Иисуса, что Он имеет в виду здесь. Слово «знать», которое используется в этом тексте, которое использует Иисус, это слово применяли или использовали, когда говорили о близком, о близких отношениях, о близком, интимном познании, когда говорили об отношениях мужа и жены. Это слово, описывающее высочайшую посвященность и единение личностей, высочайшую преданность, глубочайший уровень откровенности и доверия и познания. Это здесь говорит Иисус. Вот это слово. Высочайшая степень близости, познания, преданности, посвященности. И вот об этом говорит Иисус. Слово «знать». В Матфея 1 глава 24-25 стих мы читаем историю о том, как «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господен и принял жену свою и не знал ее, как наконец она родила сына своего». Здесь не говорится о том, что Иосиф не имел информации о Марии. Нет. Здесь имеется в виду, что у Иосифа не было этих близких отношений, этих интимных отношений. И почему важно об этом говорить? Потому что это слово здесь и не знал ее, это то же самое слово, о котором говорит Иисус. Глубочайшая степень познания единения. В этом же значении слово «знать» или «познавать» используется для описания взаимоотношений Бога и людей. В книге пророка Амоса, 3 глава, 1-2 стих, мы читаем, Бог говорит, «Слушайте слово это, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас признал я из всех племен». Здесь Бог не говорит о том, что я не знал других племен, у меня не было информации о других племенах. Нет, Он знал их. Но вот это слово «признал» это то же самое слово, означающее глубокие отношения. Бог говорит, «Только с вами я вступил в вот эту высочайшую степень отношений, посвященности, вот эту степень близости, вот это глубокое общение». Бог имел тесные, глубокие отношения с народом израильским. И вот об этих отношениях, вот в этом смысле Иисус говорит, «Я знаю вас, и Мои знают Меня». Библия говорит о знании, как о личной, глубокой связи взаимодействия друг с другом. Это не просто информация. Когда мы читали Матвей 7 глава, там, где Иисус сказал людям, которые говорили Ему, что мы и то, и другое делали для тебя, А Иисус говорит, «Я не знал вас». Иисус не имеет в виду, что «Я не имел информации о вас, я не знал вас». У Иисуса есть вся база данных на всех людей, полная, совершенно. Он знает каждого человека. Он все абсолютно знает про всех. Иисус говорит, что Он не имел отношений с этими людьми. Не было близостей, не было контакта Иисуса с этими людьми. Эти люди не имеют общения с Ним. Хотя они имеют огромное знание об Иисусе. Библия говорит о тесном внутреннем контакте верующего со Христом. Овцы Иисуса Христа, они имеют эту глубокую внутреннюю связь со своим Спасителем. Не просто знания, но это реальные, удивительные отношения между Творением и Творцом, между Спасителем и Спасенными. 2 Петра 1,4 Петр пишет, «Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к Божественной природе и избежали растления мирскими страстями». Это новый перевод. Петр здесь говорит, что благодаря драгоценным обещаниям, что такое драгоценные обещания? Где мы видим Божьи обещания? Где мы их узнаем? В Библии. «Благодаря Слову Божьему через Него, когда Слово Божье наполняет нас, когда мы изучаем Его, благодаря Слову Божию и через Него мы становимся причастны к Божественной природе». Что это значит? Слово Божье производит в нас сверхъестественную перемену. Помните, когда Павел писал, чтобы у вас были те же чувствования, что во Христе Иисусе? Он говорил, чтобы у вас был тот же образ мыслей, то же состояние сердца, те же желания, как во Христе. Как это происходит? Посредством Слова Божьего. Нет никакого другого пути изменения. Бог дал только один инструмент, через который Он действует для нашего изменения. Это Его Слово, Его Откровение, Его Обещание. Поэтому через Своё Слово Бог производит сверхъестественную перемену в душе человека. Так что эта душа становится соучастницей Божественной природы. Уже внутренность меняется, Личность другая создаётся. Создаётся новое творение. Старое ушло, творится всё новое. Знать Иисуса Христа или знание, о котором говорит Иисус Христос, это не теоретическое знание информации. Это практически глубокие отношения, которые происходят вследствие нашего познания Иисуса Христа, когда мы наполняем себя Его Словом, потому что Он открывает нам Себя через Своё Слово. Иисус показывает Себя в Своём Слове, Его Откровении. И когда это Слово наполняет нас, мы видим Христа, вот тогда наше отношение, наше знание, наше познание, оно обретает настоящее качество, которым оно должно быть. Это новая природа, которая в нас создаётся, она стремится к Богу, она ищет Бога, она не может жить без Бога. Если просто иметь знание, оно не принесёт никакого результата, если оно только здесь, в голове, но оно не производит работу в душе, в сердце, то, о чём говорит Христос, этот человек, эта душа не будет стремиться к Богу. Но новая природа, которая создаётся и растёт благодаря, и развивается благодаря отношениям со Христом, она стремится к Богу. Она ищет Бога, и она не может жить без Него. В этом главное отличие между спасёнными и неспасёнными. Спасённые – это те, кто в глубине своей души стремится к Богу. Это те, кто ищет Бога, кто возвращается к Нему, когда падает. Хоть на оба колена будет хромать, но он будет ползти брата к Богу, он жаждет Бога, он не может без Бога. Душа, которая не жаждет Бога, которая не стремится к Нему, но заявляет о том, что любит Иисуса, таких в мире пруд-пруди. На каждом шагу можно увидеть машину с бампером «I love Jesus», с рыбкой, всё остальное. Эти люди не знают Бога в действительности. По большому счёту. Спасённый стремится к Богу, он ищет Бога. Неверующий же человек и в большинстве своём он может быть в церкви и, скорее всего, он неспасённый. Ну да, если он неверующий, то он неспасённый. Так неверующий человек, он может быть очень религиозным. Он может быть в рядах церкви, он может быть даже активным, и он может знать очень много о Боге. Вы можете встретить много людей, которые знают о Боге и о Библии больше, чем вы. Они могут так рассказывать о Христе, как будто они 20 лет имеют общение с Ним. Я помню, как рассказывали, что во времена Советского Союза, когда правительство посылало агентов в ГГБ, чтобы они внедрялись в церковь и разрушали, что были такие очень способные кадры, такие агенты, которые настолько хорошо даже знали Библию, что они становились известными проповедниками в тех церквях. Они так говорили, как будто прямо ровня Билигрэму и всем остальным. Но они не знали Бога, они не имеют ничего общего с Ним. они владели прекрасной информацией, но Иисус не знает их. Я когда-то встречал в автобусе встретил одного профессора из нашего университета здесь, я тоже с ним так разговаривал, он преподает религию и в ходе нашего общения, если это можно назвать общение ввиду моего английского языка, он как-то меня понял, я его тоже, но тем не менее я из его слов понял, что для него это просто работа. Он прекрасно знает, он даже цитировал какие-то места там из Римлян или из Ветхого Завета, но для него это работа. Он хорошо знает историю церкви, он преподавал историю церкви, но он не знает Христа, для него это всего лишь работа. Неверующие могут быть религиозными, могут много знать, о Боге, но внутри, внутри неверующий человек, который не знает по-настоящему Христа, он будет наполнен духом независимости, он не имеет нужду в Боге, он признает Бога, но он не бежит к Нему, ему не нужен Бог, у него нет этой жажды к Богу. Для таких людей, которые знают Бога информационно, но не знают Его лично, в том знании, как говорит Христос, для них представляет интерес только то, что можно получить от Бога, но не сам Бог. У одного человека был большой магазин игрушек, и вот однажды он решил сделать, на какой-то праздник, решил сделать доброе дело, поехал в сиротский дом, взял туда трех мальчиков, сирот, привез их в магазин и сказал каждому, говорит, вот у вас есть пять минут, вот за пять минут, вот вам большая тележка, за пять минут все, что вы наберете себе, это ваше, все, что хотите. И вот первый мальчик побежал, он был самый старший, такой уже опытный, побежал, взял самые новые модели машин, там на управлении, самолеты, еще какие-то там приставки, все, полную корзину набрал, все, стал довольный. Второй парень побежал, чуть помладше, побежал, там конструкторы новые понабирал, еще разные игрушки, тоже успел там мягких игрушек понабирать, все, довольный стоит, но огромная тележка игрушек. И вот пришла очередь третьего мальчика обижать, самый маленький, самый младший из них был. И только этот человек сказал, все, беги, этот мальчик подбегает к этому человеку, обнимает его за ноги и все пять минут крепко его держат. Ему не нужны были игрушки, ему нужен был отец. Многие верующие, похожи вот на этих двух ребят первых, они рады Богу только тогда, когда Он дает то, что им нужно. Они бегут к Нему только, когда у них есть нужда. Боже, хочу выйти замуж, хочу жениться, где ты, все, бегу к тебе. Нужна работа, бегу к тебе, нужна работа, бегу к тебе, нужны деньги, бегу к тебе, нужно здоровье, нужна власть, нужна семья, какие-то вопросы, все, бегу к тебе. Почему? Потому что мне нужно вот то. Но, к сожалению, они мало бегут к Богу ради самого Бога. Они не жаждут самого Бога, Его личности. И это трагедия. Потому что, как только Бог не даст то, что им нужно, они на Него обижаются, Он их не устраивает, и они Его обвиняют во всех грехах. Псалом 41. Прекрасный пример стремления души к Богу. Первые два стиха. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Божия. Жаждет душа моя к Богу крепкому живому. Когда приду, явлюсь перед лицом Божьим». Посмотрите, душа не жаждет тому, чтобы получить от Бога благословение, она жаждет Бога самого. Господь, Ты мне нужен, Ты лично, Твоя личность, хочу иметь общение с Тобой. Все остальное меня не интересует, меня интересует ты. Это стремление души, которая познает Христа, которая имеет общение с Ним. Душа жаждет не благословения от Бога, но она жаждет самого Бога. Настоящее христианство состоит в личном познании Бога, во внутренней связи с Ним. Это постоянный, развивающийся, никогда не заканчивающийся процесс. Друзья, главное сокровище, которое есть у христианина это сам Бог. Главное сокровище, которое есть Он с вами, это сам Бог. Потому что если произойдет ситуация, как было с Иовом, и когда все, Бог забирает все, мы все теряем, сможем ли мы сказать, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Достаточно ли будет нам Христа, тогда, если Бог заберет у нас все. Я часто себя проверяю на этой мысли, что в какой момент я скажу Богу, ну, сейчас мне тебе достаточно, сейчас достаточно, если ты вот это заберешь, это заберешь, но в какой момент я вот остановлюсь и скажу, Боже, нет, вот сейчас мне нужен Ты и вот это. Без этого жить не могу. У нас есть Бог, это наше сокровище. И чем больше ты любишь Бога, тем больше ты будешь желать Его Слова. А чем больше человек будет наполняться Божьим Словом и познавать Христа через Слово, тем больше он будет стремиться быть Ему послушным. И как факт, вы изучаете Писание, вы видите Христа в Слове, вы больше и больше любите Его, вы стремитесь познавать Его больше и больше, и это становится для человека естественным процессом, для которого не нужна будет внешняя мотивация, человека не нужно будет заставлять, ну почитай, ну помолись, ну потрудись, да не нужно будет этого делать, это будет внутренняя потребность, душа не сможет жить без Христа, она будет говорить, Боже, жажду Тебя, дай мне себя, как глоток живой воды, я нуждаюсь в Тебе, на самом деле об этом легче проповедовать, чем так жить, но это не отменяет реальности, о которой говорит Писание. Интересный момент есть в 10 главе Евангелия Таанна, 26-27 стих, Иисус говорит, но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам, овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною. Личное знание Иисуса Христа это глубокая вера. Наши отношения с Иисусом строятся на вере, на том, что мы верим Ему, Его словам, которые Он здесь сказал. Посмотрите, Иисус говорит, я не знаю вас, и вы не из моего стада. Почему? Потому что вы не верите мне. Овцы Иисуса Христа, они верят Ему, овцы Иисуса Христа, они слушаются то, что Он говорит, и овцы идут за Христом. Интересно, что Иисус говорит, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их. Вы не можете знать Иисуса и иметь с Ним отношения, и Он не имеет с вами отношения, если вы Его не слушаетесь. если нет этого следования Его учению, тому, что Он учит, тому, что Он говорит, то как бы мы громко не заявляли о том, что мы овцы Иисуса Христа, мы следуем за Ним, аллилуйя, Иисус смотрит и говорит, вы не слушаетесь Меня, вы не из Моего стада, если вы верите Мне, вы слушаетесь и вы идете. Это отношения с Иисусом Христом, настоящее отношение. Джон Маккартуру об этом сказал так, если бы я мог свести всю христианскую жизнь лишь к одному слову, то этим словом было бы послушание. Уберите послушание из отношений с Иисусом Христом, и ваших отношений с Иисусом Христом не существует. Послушание. Иисус всегда говорит, любите меня, соблюдите слово мое. Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною. И когда мы послушны его слову, мы следуем за его словом, в этом процессе послушания, мы все больше и больше узнаем Христа, он все больше и больше восхищает нашу разум, наше сердце, мы все больше и больше преображаемся в его характер, в его образ, и вот в этих отношениях мы имеем духовный рост. И вот так происходит наше общение и жизнь со Христом. И говоря о том, чтобы знать Иисуса Христа, подводя выводы тому, что говорил Иисус, знать об Иисусе и знать Иисуса лично, это огромная разница. Можно иметь много лет опыта церковной жизни, прочитать десятки духовных книг, посетить сотни конференций и прослушать тысячи проповедей, но так по-настоящему и не знать Иисуса. Знать Иисуса, это значит иметь с Ним глубокие, настоящие, наполненные смыслом и радостью личные отношения. Формальное следование, такое традиционное следование церковным традициям и правилам, в которых нет Христа, в конечном счете приведет человека к самообману, к лицемерию, разочарованию и падению. Зная библейские принципы и поступая по ним, вы не попадете в тюрьму, но зная Иисуса Христа, вы имеете жизнь, настоящую жизнь и жизнь вечную. Познание Иисуса Христа это огромная милость и неописуемое благо, которое может получить грешный человек. То, что испорченный, падший человек обрел возможность через веру в Христа иметь личные взаимоотношения с Создателем Вселенной, Святым Богом, это чудо. Но отношения со Христом это каждодневный процесс, требующий огромного посвящения и больших усилий, пролитие слез, пота и иногда, а для некоторых очень часто крови. Это каждодневный процесс умирания для себя, своих целей и желаний, чтобы мое имя и моя жизнь имела все меньше и меньше значения, но чтобы все больше и больше имел значение Христос и жизнь, которую Он дает. Дорогие друзья, отношения со Христом влияют на все, абсолютно на все. Если Христос не является центром нашей жизни, если у нас нет этих постоянно развивающихся глубоких отношений с Ним, этого процесса, то все, что вокруг нас, оно нас разочарует, оно не принесет нам никакого удовлетворения. Наступит момент, разочарует церковь, разочарует люди, разочарует служение, разочарует семья, разочарует супруг или субпруга, разочарует власть, деньги материальные, оно не принесет нам того блага и удовлетворения, в котором наша душа нуждается. Почему? Да потому, что мы созданы Христом и для Христа. В нашем ДНК прописано «счастлив только за Христом». Точка. И только Он дает нашей жизни смысл, удовлетворение, силу и радость. Вспомните апостола Павла, о котором Саша говорил. Почему у Павла вот это было такое стремление, он ушел на пролом, там его ненавидят, там его бьют, там его гонят, он голодает, он в пустыне живет, а он за Христа, он идет, проповедует, он любит его, при том, что он говорит, что бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, то, что хочу делать, не делаю, то, что не хочу делать, то делаю. Он все равно говорит, Христос – это моя жизнь, а смерть – приобретение. Откуда у него это все? А те миссионеры, о которых мы так часто, бывало, слышали и читали, и раньше, и сейчас, у них была только одна Библия, и не было даже тех инструментов, книг, материалов, которые есть у многих из нас, но они делали такие великие дела для Бога. Они ехали в страну, куда бы мы сейчас без кондиционера точно не поехали. Нам надо пачка воды и портативный вентилятор, тогда поедем. Они ехали, открывали, проповедовали, несмотря ни на что. Откуда эта сила? Откуда эта любовь? Откуда это желание? Откуда это все? Энтузиасты? Трудоголики? Нет. У нас при всех наших благах часто не хватает мотивации, того, чтобы прийти в собрание, то, чтобы потрудиться. Так откуда же это? Отобщение с Иисусом Христом. Знание Иисуса Христа вот настолько меняет человеческую жизнь, человеческое мышление. Иисус настолько заполняет разум и сердце, что тебе уже ничего не нужно. Тебе нужен только Он, и ты готов к Божию на любом месте. Что ты повелишь мне делать? Что ты хочешь? Иисус – моя жизнь. И это не в один день произошло после… О, хорошая песня, точно. В Христе одном надежда есть, все, вся моя жизнь, сила в нем, аллилуйя, в любую битву я иду. Нет. Это процесс, который развивается. И это результат отношений со Христом. Друзья, если у вас нет Христа, то не имеет значения, что у вас есть. Но если у вас есть Христос, то этого достаточно. Нет Христа, не имеет значения, что у вас есть. Но если у вас есть Христос, то этого достаточно. Я хотел бы закончить свою проповедью одной историей, она мне очень нравится. Как-то со сцены перед огромной аудиторией выступали молодой человек и старец. Молодой человек, обученный лучшим традициям ораторского искусства, произнес слова псалма голосом древних пророков. «Господь, пастырь мой!» Когда он закончил, аудитория взорвалась аплодисментами, кричали «Бис!», чтобы еще раз услышать звуки прекрасного голоса. Затем, тяжело опираясь на свою трость, вперед вышел старец и слабым, дрожащим голосом повторил те же слова «Господь, пастырь мой!» Когда он закончил, в зале стояла тишина. Казалось, аудитория молится. Тишину нарушил тот же молодой человек, который вышел вперед и сказал, «Друзья, вы просили меня еще раз прочесть псалом, но остались в молчании после выступления моего старшего товарища. В чем же дело?» Я скажу вам. Я знаю псалом, но он знает пастыря. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok